доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели возвращаемся на финансовые рынки с самого утра следим разбираем точнее события минувшего торгового дня это как они повлияли на динамику финансовых инструментов прежде чем начать друзья хочу поздравить вас с еще одним профитом который мы наконец-таки сделали по паре доллар канадец очень серьезный прессинг на канадца мы наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии безусловно он был связан с решением банка канады по процентной ставки последующим сопроводительным заявлением и в целом с риторикой руководство банка канады в ходе состоявшейся пресса конференции тезисно обязательно поговорим друзья я считаю что это важно потому что именно понимание того что происходит в рамках отдельных регуляторов чем руководствуются председательства скажем этих денежных властей это необходимая вообще сущность для того чтобы понимать как поведут себя финансовые инструменты мы разбираем и действия европейского центрального банка федрезерва резервного банка австралии резервного банка новой зеландии банка англии и между прочим друзья с точки зрения долгосрочных ориентиров именно в действиях центральных банков находим подсказки того что может произойти со финансовыми инструментами сегодня по содержанию экономического календаря следим за статистикой по штатам в 15-30 выйдут данные по заявкам на пособие по безработице а также товары длительного пользования еще более куда более крутые отчеты это статистика по темпам экономического роста предварительные данные но важные все равно за первый квартал выйдут завтра друзья поэтому ни в коем случае не нужно сейчас терять бдительность на площадках я предупреждал то что данных инфоповодов фундаментальных событий будет достаточно главное что ничего не упустите и поскольку в последние дни у нас одним из самых динамичных финансовых активов является франк я считаю что мы сейчас должны быть также внимательно и касательно отдельных статистических отчетов по швейцарии уж тем более должны обратить внимание на выступление на главы банка национального банка швейцарии джордана тем более что если таковое значится на повестке завтра друзья мы собственно послушаем джордана я уверен то что с отсылкой на прошлое заявление будет повторена риторика с точки зрения того что экономика нуждается в прежних экономических стимулах и джордана очень часто прибегает к словесным интервенциям мы знаем как это отражается на курсе швейцарского доллара но и сейчас видим то что швейцарец активно падает снижается друзья я думаю что если джордан все-таки даст намек на то что ставки могут быть снижены еще сильнее что вероятность наверное процентов 90 то тогда пара доллар а франк будет претендовать на движение выше текущих уровней а сейчас а пары здесь висит торгуется от отметки 102 я думаю что можно будет ставить и новый такой долгосрочный ориентир выше уровня 103 или даже 104 но завтра мы поговорим о по конкретнее уж тем более детально разберем все что будет сказано о джорданом в ходе брифинга а в понедельник а с точки зрения отчетов и содержания экономического календаря друзья я думаю что можно закрывать вопросы переходить непосредственно к тому что у нас интересного по динамике финансовых инструментов нефтянка 73 81 замерли мы на уровнях которые были достигнуты еще несколько дней назад и сейчас мы снова наблюдаем очень очевидную на мой взгляд борьбу покупателей и продавцов у покупателей как вы знаете есть очень хороший фон на котором можно вырасти база это решение сша более не предоставляет освобождение от санкций тем странам которые продолжат покупать иранскую нефть в частности заканчивается период исключений 180 дней в ноябре а вступили в силу эти послабления скажем так вот 2 мая а срока подходит мы говорили уже на этой неделе для чего выводились эти ограничения почему сейчас для рынка на решение сша стала полной а неожиданностью и пытались с вами прикинуть в конце концов чему это приведет и у нас тоже было два сценария с одной стороны это сценарий который упирался в неминуемый дефицит предложений это конечно же хорошая база для дальнейшего роста но с другой стороны был и сценарий который предполагает что на этом фоне сильно мы не вырастим потому что есть регионы которые легко готовы увеличить производство нефти и скажем обеспечить рынок необходимым объемом углеводородов в частности и вчера даже и позавчера администрация энергетической информации видимо точнее администрация американского президента понимаю что спровоцировали совсем уж не нужная владельность на рынке углеводородов попробовали провести такую работу над ошибками и закинули также комментарии о том что переживать за предложение не стоит потому что ряд стран ближневосточного картеля такие как саудовская аравия и обмененные арабские эмираты готовы обеспечить экономику необходимым объемом а сырья это в принципе подтвердили вчера и официальные лица из саудовской аравии ну а теперь друзья почему я считаю что такого рода заявление это новости которые должны обнадеживать продавцов все очень просто если действительно страны опек будут вынуждены сейчас я бы не сказал что они этого не хотят но можно сейчас хорошо фундаментально объяснить потенциальную активность ведь они работают над балансом спроса и предложения и в общем исходит из высокопарных целей если сейчас страны опек такие как саудовская аравия к примеру я на нее делаю большую ставку потому что скорее всего именно оттуда и стоит ожидать наибольшие объемы доп поставок а если решение об активизации производства будет принято друзья то тогда мы с вами благополучно закроем вопрос не только с тем целесообразно ли продлевать действие энергетического пакта на второе полугодие 2019 года а скорее всего задачимся даже вопросом если вообще шансы что соглашение будет исполняться до конца первого полугодия ведь если объем добычи будет расти фактически это знак равно того что не будут исполняться условия энергетического пакта потому что но нельзя угодить и первым и вторым здесь в данном случае поэтому может быть по этой причине а сейчас покупатели хочется конечно же ему рвануть повыше но понимает что вот есть тот самый фонд друзья который сдерживать сейчас этот рост а мы будем за ним следить я в принципе остаюсь долгосрочно на стороне продавцов ну и не отказываюсь от как а срочной сделки которая все-таки по моим скромным субъективным подсчетам может предполагать и допускает движение бренда в районе 75 долларов за баррель вчера вышел также еще отчет от администрации энергетической информации я считаю что не будем останавливаться сейчас на нем потому что целом особо какой-то мощной динамики мы не увидели рынок сейчас живет темой санкций и того как эти санкции повлияют на энергетический пакт вот кто выйдет победителем из этого я не знаю но могу допустить что долгосрочно это конечно же будут продавцы выводы здесь на мой взгляд крайне очевидны доллар иена 111 93 друзья то есть на тех же самых уровнях то общимся мы сколько раз я уже возлагал надежды на отдельные отчеты на отдельные заявления на ожидании какого-то события что может быть и этот фон приведет движение пару доллар иена но вот к сожалению пока что динамичный движение мы сейчас не видим доллар иена находится рядом с уровнем 112 и видимо ждет когда же придет этот мощный от рингер я друзья продолжаю склоняться в пользу идеи того что доллар иена будет снижаться ну во первых мы сейчас поговорим про статистику из еврозоны слабую статистику которая стала еще одним сигналом слабости валютного блока соответственно если еврозона не радует статистика сигнализирует об экономическом спаде это риск для темпов роста глобальной экономики если мы говорим о опасениях за перспективу роста мировой экономики это фактор повышенного спроса на защитные инструменты где иена пользуется конечно же большим спросом также я хочу отметить ситуацию опять же на рынке нефти не забывайте что мы по-прежнему не имеем права отказываться от а сценария в результате которого тот же самый иран в ответ на действия сша может перейти к снова вернуться к политике военных угроз про перекрытие ормсского пролива мы уже говорили это тоже один из сценариев из вероятных развитий события поэтому не пока что пускайте внимание этот фон я думаю что он тоже отчасти подогревает интерес к японской иене накануне у нас пример министр китая в очередной раз высказался об экономических трудностях китая оказывается что они гораздо более значительные чем предполагалось я не питал каких-то иллюзий не думал что китай переживает сейчас хорошие экономические времена и более того мне кажется я одним из немногих аналитиков был кто раскритиковал последний отчет по темпам экономического роста вы мою позицию помните поэтому я считаю что и китай это еще один тормоз для мировой экономики и еще одна предпосылка сейчас нам говорить о более повышенный спрос на защитные инструменты завтра как я уже отметил темп экономического роста сша по прогнозам нас ожидают снижение с 2 и 2 до 2 и 1 если ожидания оправдаются пожалуйста еще один фактор почему доллар иена должна оснижаться это фактор уже будет такой внутренней слабости нужного давления на непосредственно доллар евро против американца 1153 фактически мы на уровне 2017 года я предупреждал что один 12 пойдет друзья наконец-таки это произошло закрепились мы пока ниже нужно сейчас там немножко отстояться чтобы потом двинуть уже к следующей цели в районе отметки 1 11 все блок статистики вчера это бизнес оптимизма тифа индикатор оценки текущих условий в минусе индекс экономических ожиданий в минусе и основной отчет бизнес оптимизма тоже минусе с 99 и 6 до 99 и 2 еще одно явное доказательство того что ситуация и экономическая конъюнтура ухудшается это в конце концов заставить европейский центральный банк снижать снова ожидания по экономическому росту на конец 2019 года что для нас будет пищей и такой фундаментальный в пользу того что политика будет оставаться мягкой сейчас на рынке снова все чаще начинают говорить о том что евро доллар как валютная пара это очень интересный трейд долгосрочное на снижение на идея расхождение монетарных политик и это расхождение для меня было всегда очевидным для кого-то становится очевидным только сейчас надеюсь друзья не для вас и надеюсь то что текущее снижение евро это то что ожидалось вами то что допускалась и статистика в принципе укладывается в канву тех слабых отчетов которым мы разбирали ранее доллар канадец х и вчерашнего дня 1 335 19 нам было достаточно отметки 1 35 я надеюсь то что вы вышли сделать сейчас мы откатились уже уровень 13492 ставка банка канады осталось на прежнем уровне 1 75 сотых процента и и не должны были изменить еще слишком на рано однако потом еще до заседания мы с вами попробовали порассуждать и решили что если банк канады откажется в своих заявлениях от риторики комментариев о том что ставку можно повысить и это будет явное проявление смещение режима и фактические совмещение акцентов с проведения жесткой политики на проведение мягкой политики посредством снижения процентных ставок я считаю что это и конъюнктура экономическая которая нами разбирается в последние недели это исключительно слабости которая усиливается падением производства нефти в альберте из-за обновления скажем инфраструктуры это спад на рынке недвижимости и утручающие показатели по бизнес оптимизма в том числе из-за опасений связанных с торговым конфликтным сша и китай это все вот в скалачину сейчас ударила и по экономике канады поэтому мы вчера ну я как продавец канадца с большим удовольствием последнил за прогнозами и наблюдал цифры друзья которые честно говоря превзошли даже мои медвежьи ожидания темпы экономического роста на этот год снижены на 0,5 процента с 1.7 до 1.2 четвертом квартале экономика по версии по окончательным данным канадского регулятора просела с 1 3 до 0,4 процента вот это уже цифры которые бьют с реальностью поэтому мы получили свидетельство того что политика теперь будет только лишь потенциально мягкой ни в коем случае не жесткой банка канады окончательно закончил цикл повышения процентных ставок поэтому для канадцев принципе открывается хороший горизонт для его оснижения но насколько оно впоследствии будет динамичным дальше будет зависит от того что произойдет с рынком нефти я сейчас предлагаю друзья сказать спасибо канадцу мы на нем заработали выйти сейчас из этой валютной пары и уже дождаться развязки на рынке черного золота потом уже переключимся снова на канадца австралиец 070 16 игра на нервах я предупреждал что друзья по мере подхождения к планке 070 это нервозность будет возрастать потому что рынок начинает бесить ну что тут остается все лишь несколько пунктов до 070 но никак не даются очень серьезный уровень поддержки лоу 070 02 друзья после этого рынок опять откатил я уже не раз наблюдал такую ситуацию поэтому предпочел не дожидаться вот этой игры вблизи поддержки не смотреть за ней а просто не смотрите в качестве трейдера наблюдать в качестве аналитика я надеюсь то что вы поступили также уже пофиксили профитом в районе 070 30 на выделание способ доллара еще один профит друзья нам был дан рынком 066 мы протестировали оказались ниже 065 93 надеюсь что по новозеландцу нас также больше нет позиции закрывайтесь рынок нам дал хорошие возможности заработать и мы их не упустили сделки по австралийцу новозеландцу разумеется будут дальше на следующих брифингах там информацию друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания